Рис по-японски А я что говорила нашему главному редактору? А он мне. Нина Владимировна, у нашего массового потребителя азиатская кухня не ассоциируется со здоровым питанием. Глупый. Это самая здоровая и полезная пища. Сына. Я тебя порадовала? Конечно, мамочка. А теперь и ты порадуй меня. Пойдем завтра в кафе. Ну, пожалуйста. Только нет. За прошедшее полугодие наше издательство выпустило... Наше издательство выпустило почти 50 книг. Это на треть больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Представляешь, упирается как баран. Ну, что ты с ним будешь делать? Да не только благодаря тому, что он заказчик неудобольный... Да? А почему он тогда отказывается? Ты не дави на него. Выпускаемого... Ты свое дело сделала, вырастила. Теперь расслабься, поженоплатно. Но и самим процессом подготовки выпуска тиража. А это несомненная заслуга редакторского отдела. Отдельно... Это уж лучше я буду контролировать. Огромное спасибо всем сотрудникам, работавшим над выпуском здорового питания. АПЛОДИСМЕНТЫ И выпускающему редактору Нине Владимировне Колосовой лично. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажу вам по секрету, у руководства была мысль выделить Нине Владимировне премию. Что значит была? Но мы решили не только поощрить отличившегося сотрудника, но и отметить... Аллочка, объявите нам, что именно и как мы должны отметить. Дело в том, что завтра у Нины Владимировны Колосовой, старейшего сотрудника нашего издательства, полувековой юбилей. Аллочка, а вы головой когда-нибудь пользуетесь? Поэтому руководство выделило средства на кафе и подарок. Ну а что я такого сказала? Полувековой юбилей старейшего сотрудника. Это же додуматься надо было. Браво, Аллочка! Да как таких вообще с людьми допускают работать? Кира, успокойся. Вспомни себя в двадцать. Кем тебе тогда казались пятидесятилетние? Ну да, ты права. Глубокими стариками. Ну это ж как-то грустно, а? Да ничего подобного. В любом возрасте у человека есть все, что нужно для счастья. Да, Феденька? Мамуль, прости, я сегодня вообще никак не смогу. А у нас эпидемия собачьего гриппа. Угу. В общем, будем прививки ставить допоздна. Так что ты иди в кафе без меня, ладно? А Мишка тебе сейчас все подтвердит. Да, Нина Владимировна. Да, у нас оврал. Сверхурочный работаем. Угу. Угу. Что ты ждать, мамуль? Да, мамуль. Угу. Так что ты не жди меня, я буду поздно. Все, целую. Пока, пока. Не придет, поросенок. Такая девочка. Двадцать девять всего. Технический вуз, аспирантура. А главное, я с ее мамой в школе училась. Ты понимаешь, мы могли бы все вместе контролировать. Глупо считать, что ты можешь контролировать чужую жизнь. А почему чужую? Это мой сын, я за него отвечаю. Да отвечаешься. Вот снимет Федя квартиру и съедет от тебя. Ну, чтоб не лезла во все щели. Думаешь? К гадалке не ходи. Ну, я бы на его месте, во всяком случае, не стала бы встречаться с девушками с помощью мамы. Ну, почему? Вот скажи. Ну, потому что в этом, ну, игра должна быть какая-то. Случай, судьба, ну, назови как хочешь. Слушай, хватит его за руку водить, а? Понимаешь, девушки от мамы, они все как под копирку, неброски и зажатые. Ну, очень правильные. Такая только рот откроет и уже наперед, зная, что она скажет. Ну, как можно прожить с женщиной жизнь, если тебе скучно в первую же встречу? Ну, ты даешь. А с мамой тебе не скучно? Нет. Мама – экземпляр уникальный. На работе передовик, дома все блестит, не жалуется, не унывает. А главное – никогда не знаешь, чего от нее ждать. Вечно придумывать что-нибудь новенькое. Не женщина – мечта. Точно. Да, Федор Давидович, трудно тебе, сочувствую. Ну-ка, путь! Хуй, я сказал! Нельзя! Иди сюда. Сидеть! Сидеть! Не бойтесь, он нас не укусит. Не укусит? Не укусит, не укусит. Федор Давидович – в нашей ветеринарке ведущий специалист. Так, вы в порядке? Ну, мы вас тогда оставим, пойдем у хозяина собаки найдем. Давай я с собачкой прогуляюсь. А ты давай народ до дома проводи, пиво в выходные попьем. Как зовут? Боря. А меня Оля. А вас Федор Давидович, я слышала. Можно просто, Федя. Ну что, Боря Батикович, пойдем домой? Мы вот там живем. Федя, спасибо вам большое. Да не за что. Спасибо вам большое. Если бы не вы, мы бы просто погибли. Я страшно больших собак боюсь. Перестаньте, любой другой на моем месте сделал бы то же самое. А вы обращайтесь, если какая-то помощь нужна будет или еще что-то. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Простите. Да, конечно. Алло. Да. Я не могу говорить. У меня Борька засыпает. Да я поняла, не кричи. Не кричи. Да, хорошо. Хорошо. А вы не могли бы мне помочь прямо сейчас? Да, конечно. Мне с подругой надо встретиться на пару часиков. Пока Боря спит, вы не могли бы с ним посидеть? Да, без проблем. И давай уже на «ты», а то как-то неудобно. Ты такой... Милый. Я телефон оставлю. Если Боря вдруг проснется, ты мне сразу позвони. Хорошо. Спасибо, спасибо, спасибо. Привет! Ура! Лененок наш в жизни вернулся! А мы уже и не ждали. А Борюсик-то с кем? Наконец-то няня нашла? Нет. Няням Боря не доверяет. Нам попался один очень добрый волшебник. Слушайте, сколько же я здесь не была? Года два, да? Если не больше. Тут вообще ничего не изменилось. Ну и сколько можно работать? Первый час ночи. Мамуль, прости, но я же говорил, не надо ждать, я буду поздно. Кажется, мигрень начинается. Как твои собаки? С гриппом? Тотальную эпидемию удалось предотвратить. Ладно, пошли ужинать. Не хочу, мама. Меня покормили. Я спать. Покормили. Где? В ветеринарной клинике? Ну вот и будет, что у меня просто принцесса. Жалко только, что принцев на сегодняшнем банкете не предвидится. Кир, не до шуток мне, честное слово. У Фетики, кажется, женщина появилась. Да ты что? Пришел вчера поздно, сытый. Ну и чем ты недовольна? Где было, не говорит. Ну подожди, расскажет. А если вдруг? Ой, Нина, ты одна его растила 30 лет, но с чего это вдруг в одночасье он станет похожим на отца? Не скажи. Гены – загадочная вещь. Никогда не знаешь, когда проявится дурная наследственность. Ладно, не сгущай краски. Ничего же не случилось. Да, случиться поздно будет. Ой, Нина Владимировна, вы прекрасно выглядите. Спасибо. Я еще тут подумала, вам эта информация пригодится. Моя бабушка очень удачно вложила накопительную часть пенсии. Малочка! Я вам сейчас язычок-то подсушу. Подсушу навсегда. Да ладно, оставьте ее в покое. Слушай, подруга, а правда супер. То-то же. Ой, спасибо. Вот так вот, сына, вот так. На, держи. Бабочка. Здорово. Давай еще раз. Тебе не надоело тут с нами? Не, что ты. За вами очень интересно надо задать. Оля, можно личный вопрос? Конечно. Папа Боря. Где он? Ну, в смысле, они видятся с ребенком? Давай не будем об этом. Он вообще не хотел, чтобы Борька на свет появлялся. Прости, пожалуйста, я не должен был, прости. Что? Не извиняйся, это вопрос абсолютно закономерный. Ну, ты же с нами. Ты нас не бросишь? Ну, конечно, да. Ну, в смысле... Конечно, нет. Спасибо тебе большое за все. Федя, а ты не мог бы меня сегодня еще раз, ну, отпустить с подругами, встретиться? Меня это просто так радует. Конечно, без проблем. Я же тебе говорил, нужна будет помощь – обращайся. Ты же должна отдыхать тоже. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ты настоящий друг. Мы хотим пожелать нашей драгоценнейшей Нине Владимировне долгих и счастливых лет, бодрости духа, свежести чувств, вдохновения, творческого поиска в работе. А любые перемены в жизни – пусть они будут к лучшему. А теперь примите этот скромный подарок в знак признательности и любви. Ой. Это... Что это? Дудук. Я просто подумала, что Нина Владимировна оригинальный человек и денег хватало. Аллочка, вы... вы просто угадали мою мечту. Я всегда смотрела на такие вещицы, но рука не поднималась купить. А теперь я непременно научусь играть. А тембр очень приятный. Да, да. И звук, по-моему, напоминает свежий ветер. Да, да, да. А давайте выпьем. За свежий ветер, за ветер перемен. Ура! 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 Федя такой хороший. Вот кто бы меня ещё так отпустил? Ни один мужик бы не отпустил, это факт. В наше время днём с огнём такого не сыщешь. Давай за твоё счастье. У-ху! Ну, в общем, как и видишь, народ есть, место это прибыльное. Заширяться хочу. Поэтому ищу партнёра, в одиночку не потяну. Готов сделаться учредителем. Но сегодня не будем о делах, сегодня отдыхаем. Жень, сделай нам что-нибудь. Чего прижухла-то? Как будто чего-то должна. Ну, пойдём танцевать немедленно. Нет, девочки, я не хочу. Пойдём, пожалуйста. Давай, давай, пойдём, пойдём. Идём. Оленёнок, не стой с долгом. Федька! Федька, посмотри, что мне подарили. Федя! Федь! Мамуль, с юбилеем. Прости, у меня срочное дело, я буду поздно. Надеюсь, ты хорошо отметила свой день рождения с коллегами. Странно, я вроде Коле вообще ничего не чувствую. Вроде. Но мне уже кажется, что я за неё и ребёнка отвечаю. Фёдор Владимирович, ответственность – это начало настоящей любви. Думаешь? Уверен. Ну, вот опять не успел поесть. Значит, начало. Даже не смолеваешь. Пойду. Давай, давай. Иди работай. Ой, кто к нам пришёл? А сегодня китайская кухня. Утка по-пекински и спринг-роллы. Налетай. Федь, ты не хочешь мне рассказать, где был ночью? Угу. Что угу? Ой, мам, прости. Я чуть совсем. Ты что-то сказала? Федь, ты знаешь, как для меня болезненно всякое упоминание о твоём биологическом отце. Я поэтому хочу тебе сказать… Мама! Я всё это знаю наизусть. Мой отец оказался абсолютно безответственным человеком, который бросил тебя беременную. Тебе было очень сложно растить меня в одиночку. Мам, но меня вырастила ты. Почему ты думаешь, что я буду такой же, как мой отец? Спасибо, я наелся. Федь! Ну, Федь! Ну, Федь! Скажи мне только одно. У тебя появилась девушка? Мам, как только у меня появится девушка, я обещаю, ты знаешь об этом первой. Я вас даже познакомлю. Спасибо, сынок. Ну, ты же понимаешь, что я переживаю, волнуюсь. Не надо волноваться на ровном месте. Ладно. Фёдор Давидович, извините, что пришлось обратиться к вам через соцсеть, но я не знала, как вас иначе найти. Ваш отец, Давид Георгиевич Ашуба, недавно скончался. Мам, я что-то так есть хочу. Есть что пожевать? Да, конечно. Но ты же ничего не съел. Я сейчас подогрею. Давай только недолго. Пойдем. Да, сейчас приду, мам. Вам необходимо срочно приехать в Москву, чтобы вступить в права наследства. Оставляю свой контактный телефон. Позвоните, когда соберетесь. С уважением, Наталья. Оль, привет. Мне твоя консультация нужна. Скажи, а ты же юридически оканчивала? Да разве это проблема? Если бы мне предложили ехать в Москву, я бы тут же рванула, даже не задумывалась. Да даже если это наследство окажется лажей, хоть развеется. Да, наверное, ты права. Просто для мамы такая болезненная тема, я не знаю, как ей сказать про отца. Придумай что-нибудь. Скажи, что поехал на курсы повышения квалификации. Проводоподобно? Ну да, это ты хорошо придумала. Лучше съездить, чем гадать. Подожди, а как я вас с Борькой оставлю? Федя, ты... Нереальный человек. Подумай о себе. Ты и так для нас только сделал. Спасибо тебе большое. Поезжай. Обязательно. Ну что это за курсы такие, на которые надо уезжать вот так стримглав? Мам, ну так получилось. Все решилось в последний момент. Не люблю я неожиданности. А с кем ты меня хочешь познакомить? Так сказал бы. Вот, прошу любить и жаловать. Это Оля. Оля это моя мама, Нина Владимировна. Здравствуйте. А это очаровательный и неповторимый... Бориска. Бориска. Это... Твой? Федор Давидович, какой еще внеплановый отпуск? За свой счет, Михаил Григорьевич, всего несколько дней. Федя, ты с ума сошел? Может, премии обойдемся? Премия потом. Подписывай давай. Иначе вообще уволюсь. Федя не безответственный. Он гипер, гипер ответственный. Готов чужого ребенка воспитывать как своего, не моргнув глазом. Ну, ты же сама его таким сделала. Ты всю жизнь долбила. Ответственность, ответственность. Вот он и решил, что за всех подряд отвечает. Кажется, я перестаралась. Ну, девушка-то ничего. Ты знаешь, я даже не поняла. Я в таком шоке была. Ну, вроде симпатичная. А Федя нас заставил телефонами обменяться, пока он в отъезде. Ну, мало ли что. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА мостику во дворе. Ага, а вы пруд видите? Вот речку вижу, нет, пруд не вижу. Стойте тогда, где стоите, я вас сама сейчас найду. А, вот, вижу пруд, могу подойти, если хотите? Нет, 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 пожалуйста, только никуда не ходите, иначе я вас очень долго буду искать. Хорошо, жду вас возле колонн. Колонна? Алло. Алло, вас плохо слышно? Так вот же я, вы назад посмотрите. Я Наташа. Здравствуйте. Федя. Федор. Ну как, телефон в порядке? Да, в порядке. Черт, роуминг. Все деньги улетели, у вас такая дорогая связь в Москве. Надо симку местную будет купить. Вы мне потом напомните, я вам покажу, где тут салон, мы для меня связи. Ну, вот, мы пришли. О, а я вас встречать вышел. Здравствуйте, Федор. Дорогой. Какое несчастье. Проходи, там тебя все так ждут. Артист. Давид был прекрасным человеком, моим братом старшим. Я его очень уважал, любил. Всегда был отзывчив. Первый приходил на помощь. Вы все помните, когда у меня пожар случился, кто первый приехал? Давид приехал. Правильно? Правильно. Мне его будет очень не хватать. Царство небесное. Светлая ему память, ребята. Алло, верды, к тебе, брат, перехожу. Спасибо, дорогой. А я хочу добавить то, что Давид был не только в беде, друг, но и в радости. Когда человек в горе помогает, типа он возвещает себя. А когда человек помогает бескорисно, в радости, это многого стоит. Когда я стал директором салона, он больше радовался, чем моя жена. Царство имел небесное. Светлая память. И все мы, конечно, знаем, что Давид больше всего на свете любил хорошую песню. И я предлагаю сейчас в память о нем спеть его любимую песню. Светлая ему память. Светлая ему память. Вам помочь? Господи, вы ударились? Нет, не то, что вы... Вылезайте немедленно. Нужно срочно приложить лед. Ага. Хорошо. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Моя-бонент временем. Абонент временем. Да, нет, нет. Это что это вы тут за концерт устроили? Прям Витя уши закладывает Здравствуйте, вы Это Федя, он магнитофон включил Я скажу, чтобы он выключил Вот пусть выключит, а то ведь мы люди рабочие Нам отдыхать надо, понаехали тут Извините Господи, идиотка Ой, господи Вам больно? Нет Вы тут сидите, как будто кол проглотили Расслабьтесь Или может вы меня боитесь? Никого я не боюсь Значит, вы очень стеснительны Вас тут никто не обидит Расслабьтесь, что же у вас спина такая каменная Как вы живете с такими спазмами, а? Простите, можно? Ну, вы такой хорошенький, без очков Правда? А где наш дорогой Федор? Ты должен пойти с нами спеть Твой отец, знаешь, как рад, Дуба Так рад, так рад Алло? Нин, ну ты представляешь, у Персика насморк Пять раз чихнул Тоже мне проблема Вот у меня проблема, это да Федька пропал Нин, ну погоди ты, тревогу-то бить Ну позвони ты Оле Петр наверняка ей звякнул Нина Владимировна Здравствуйте, очень рада вас слышать Федя? Нет, не звонил Я ему тоже Ой, да вы не волнуйтесь Он просто сегодня устраивается А завтра обязательно вам позвонит Да Нина Владимировна А вы не могли бы мне помочь? В общем так Если сегодня что-нибудь Хоть что-нибудь произойдет Я вас обоих уволю Это понятно? Все стоим По местам Дай-ка попробовать Как-то там это Бармен из меня так себе Привет Привет Поздравляю Сегодня Борьке полтора года Не хочешь поговорить? А я два года назад пытался с тобой поговорить Ты меня даже слушать не стала Что теперь изменилось? Оль, ты прости, Оль, ты уже ушел? Нет Ты со мной все-таки поговоришь Ой, Бориска, Бориска Мог бы ты говорить Сказал бы мне, что у твоей мамы С моим Федей Серьезно все или не серьезно? Нас с тобой больше ничего не связывает И ты сама так решила Что, самая умная? Ты со мной так разговаривать не смеешь Понятно? Сумасательно Ненавижу Жень, виски на лимон? Двойной, блин Японский я начала учить после смерти мамы Два года назад Но сначала просто хотела переключиться Чтобы так тяжело не было Потом втянулась, язык полюбила Это вообще мне Япония всегда нравилась Природа, культура Особенно поэзия Мама меня этим заразила Ива Склонилась и спит И кажется мне, что соловей на ветке Это ее душа Это Басё Мамина любимая Прости, пожалуйста Да пустяки В общем, так я решила поменять всю свою жизнь Вот скоро получаю диплом переводчика И уезжаю работать в Владивосток В Владивосток? Да Буду жить на берегу Японского моря А в командировке ездить на Японские острова У меня даже уже договор есть о стажировке А когда-то мне казалось, что я всю жизнь проведу училкой в музыкальной школе Прости, пожалуйста Я нечаянно Я сейчас все уберу Да, братишка Так у нас с тобой ни одной тарелочки не останется Прости, я не понял А мы друг другу кто? Мы двоюродные, что ли? Или троюродные? Папа! Тут Федя спрашивает Кто мы? Ну ты понял, что твой отец хороший человек Ну да, в нем только тепло говорили Скажи мне Вот если бы вдруг сейчас он появился здесь Ты бы смог ему простить Что он оставил тебя в юном возрасте И не участвовал в твоей жизни? В каком это смысле появился бы И почему оставил он? Он бросил маму, когда она была беременна И, между прочим, мама растила меня одна Всю жизнь Нет, ну, конечно, если считать время Внутриутробного развития Ничего подобного Нина сама не захотела в Абхазии жить Она сбежала с тобой в Россию Я уже хотел с летом поехать Но она письмо прислала Что вышла замуж Чтобы я не беспокоил Вот я и не стал тебя искать Думал, вдруг ты привык к новому папе Да почему вы должны были меня искать? Да потому что Нет, ну я не могу быть дипломатом Меня просила Наташка Я бы все как-то спокойно объяснил А я опять завелся Я ничего не понимаю Да чего непонятного? Я твой отец, я! Эти поминки, понимаешь, это наследство Наташка придумала Чтоб ты наверняка приехал А на поминках о человеке только хорошее ведь говорят Федя, я же от души Я очень хотел тебя увидеть Да я всю жизнь хотел тебя увидеть Наташка не даст соврать Ну вот она нашла тебя через интернет Я бы не догадался Так значит Наташка моя сестра Да, сводная Ты рад? Ну видишь, какая у тебя сестренка появилась Рад? Да Да, конечно Да, я рад Да, я все хотел спросить Как там Нино? Нормально В смысле В смысле все хорошо Федя, ты куда? Пап, ты чего ему наговорил, а? Да ничего не говорил Правду я сказал Да, все нормально Правда Все хорошо Дайте вас обниму Дети мои Ты мой хороший Ну привет, Давид Тридцать лет не виделись Тридцать лет не виделись Братишка, доброе утро Пора завтракать Да Доброе утро Рис по-японски И креветки темпура Не может быть Может, может А завтра я вам день абхазской кухни устрою Ешь это, сынок Вкусно Говорят Может тебе вилку дать? Не, не надо Я умею Я же от гула взяла Могу тебя по Москве подкатать Хочешь экскурсию? Конечно хочу Так, это что такое? Вы без папы гулять собрались? Я тоже от гула взял Тогда быстрее ешь и одевайся Слушай, значит, торопиться выходной Еще с ума не сошел Подождете старого папочку Спасибо тебе Отец впервые после маминой смерти заулыбался Ну, значит, я все сделала правильно А что, были сомнения? Знаешь, как он сначала мою идею раскритиковал? Потом, правда, сам сидел со мной в соцсетях И выискивал Федора Пашуба подходящего возраста Ну, ничего себе Раз он собрался на рыбалку Значит, точно будет жить Мы два года на речку не выезжали Спасибо Папка! Ура! Рыбалка! А еще за углем соехать Я вам рыбу по-абхазски запеку Держи Сынок Я тебе такое место покажу Обалдеешь Ты вообще рыбак или как? Не знаю, не пробовал никогда Папа, может, парк, а может, Феде скучно будет? Не-не-не, что вы Я с удовольствием, правда Я всегда мечтал попробовать Ты за рулем, женщина Ты и рули А мужчины покажут, куда Рулю-рулю Садись Персичек, не бойся Мы тебя вылечим Мама с тобой По-моему, мама боится Больше, чем Персичка Мы чихаем Да Да Здравствуй, Миша Добрый день, Нина Владимировна Давайте быстрее У меня до приема 10 минут осталось Вот, мы чихаем Ничего страшного Сейчас посмотрим Ты нас извини Мы бы тебя не дергали Если бы Федя на курсы не уехал На какие курсы? Как какие курсы? Курсы повышения квалификации Так, отек небольшой есть, но на вирусы не похоже А аллергия на что-нибудь есть? Вроде не было Может, травка какая-нибудь ходящая цветет Травка? Да, надо анализы на аллергены сдать Миша, скажи честно Клиника посылала Федю в Москву на курсы повышения квалификации? Да я не помню В последнее время столько работы Надо у бухгалтерии спросить То есть бухгалтерия без твоего ведома его послала Миша, ну-ка клянись здоровьем мамы Миша, клянитесь Правду и только правду Нина Владимировна Мало того, что не позвонил Так еще про курсы наврал Ну зачем было обманывать? Что он хотел скрыть? Не, ну не волнуйся ты так Главное, что персик выздоровеет Да при чем здесь твой персик? Мне Федя никогда в жизни не врал Ну если только по мелочам Ну и здесь, я уверена, ничего серьезного Ну позвони ты Оле Он наверняка ей все рассказывает То есть Оле он рассказывает, а мне нет? Ты не поверишь Но теперь, мать, ты ему уже не самый близкий человек Алло, Оля? Здравствуйте А вы сейчас где? Очень хорошо Я сейчас к вам подойду Мне надо с вами серьезно поговорить Нин, ты куда? На работу Скажи, что я заболела Или умерла Пока не выясню, не приду Не, персик, ты видел? Федя боялся, что вам будет неприятно Поэтому он и скрыл от вас, куда он едет Ну вы поймите, он какой бы ни был, он же все равно отец А тут как на похороны не поехать, распозвали Да какой отец? Это я, я была Федей, матерью, отцом и братом и сестрой Ну, может быть, общение с роднёй, это не так уж и плохо А потом там какое-то наследство Да вы не знаете, каким человеком был его отец Ничего хорошего ждать от контакта с этой роднёй нельзя Нина Владимировна Только, Бусинка, возьми рецепт из нашей книжечки Там на 27-й странице есть такой соус по-голландски Ну, просто пальчики Владимир Владимирович, Николай Петрович занят Не знаю я, о чем он занят Так, я не могу говорить, всё Ужин жене заказывает А Кира Анатольевна сказала, что у вас температура 40 Будет, если не подпишете Вы с ума сошли? Какие отгулы? У нас новый выпуск на носу У меня сын погибает, понимаете? Сын! Не подпишете? Так уйду Увольняйте меня по 33 Ладно Так бы сразу и сказали Ну Десятое, я первый Мой сын, сразу видно А всё равно я вас всех обставлю Мои дети Пара мангал ставить? Я первая Нет, я первая Нет, я первая Ну вы ещё подеритесь Ой, Федь, прости, правда, чуть не подрались Прости меня, пожалуйста А ну-ка, встаньте рядышком Давайте, обнявите, что вы как неродные О! Оп! Есть Хворосту бы немного Я принесу Мои дети Мои дети Мои дети Субтитры создавал DimaTorzok Что случилось, доченька? В смысле? Вы с Федей поссорились? Да с чего ты взял? Не смотрите друг на друга. Напряженные какие-то. Пап, по-моему, это все твои фантазии. Ехать пора, наверное, да? Федя! Сын! Ты где? Иду! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это тебе. Спасибо за прекрасный день. Тебе спасибо. Пора собираться. Стемнеет скоро. Субтитры создавал DimaTorzok ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Вы к кому? Здравствуйте. Мне нужны родственники Давида. Давида шубы. Он здесь жил. Дело в том, что он бросил меня беременную. Понятно. Проходите. Я смотрю, у вас срок небольшой. Живота совсем не видно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В смысле? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ах... Нет. Нет. Давид меня давно бросил. У меня от него сын. Федор. Федя пропал. Вчера уехал на похороны отца в Москву. И не звонит. Странно. На похороны? Я вчера видела Давида. Это он мне алименты приносил. То есть это... Это какие-то мошенники? Ну те, что Федю якобы на похороны из Нижнего в Москву выманили? Давид? Да. Довольно старая фотография. Больше тридцати лет. Это последний раз, когда мы с ним виделись. А потом он пропал. Ну, а я искать не стала. Так вашему сыну тридцать лет? Да, скоро будет. То есть тридцатилетний мальчик. Вчера не ночевал дома, не позвонил. И вы метнулись в Москву на его поиски? Да. Ну а как же? Нет, ну просто мне кажется, что в таком возрасте человек должен думать своей головой, а не маминой. Извините. Спасибо. Я... я поеду. Да ладно, подождите. Ну, подождите, не обижайтесь. Давайте я вам гостиной постелю, утром поедете спокойно. Подумайте. Можно еще раз фотографию посмотреть? Спасибо. Ну да. За тридцать лет Давид совсем не изменился. Такой же худой и носатый. Только посидел совсем. Мужчина. НАТУСИК. 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 Я звоню, звоню. Ты трубку не берешь. Ой, прости, я звук выключила, чтоб рыбу не распугать. Привет, дорогая. Привет. А вы на рыбалке, да, были? Молодцы. На тусик. Нам поменяли гастрольное расписание. Возьми цыпочку. На неделю. Всего на неделю. Ларис. Иди ко мне, моя девочка. Иди ко мне. Ч-ч-ч-ч. Ну, ты посмотри. Ну, ты посмотри, какая она хорошенькая. Аккуратно корму. Сейчас. Ты понимаешь? У меня самолет. Собираться надо. Все. Только маленькая ты человек. Здрасьте, Дэвид. Все. На недельку. Ну, Лариска опять нас подставила. Почему? По-моему, прекрасная собачка. Сейчас дверь в квартиру закроется. Увидишь. И услышишь. Вот это легкие. А хозяйка ее кто? Певица. Толературная сопрано. Понятно. Нет, ну ты скоро перестанешь улыбаться. Потому что у нее запала хватает почти на сутки. Потом короткий сон и все по-новой. Нет, ну сутки мы ее мучиться не дадим и всем остальным тоже. Ты можешь связаться с ее хозяйкой? Угу. Нет, телефон не подойдет. Нужен видеозвонок. Просто объясните собаке, что уезжаете. Пообещайте, что будете звонить каждый день, что скоро вернетесь и попросите вас ждать. Иначе она так и будет думать, что вы ее бросили и, конечно, будет смертельно тосковать. Ну что вы, ну как же смертельно. Девочка моя, ну как ты могла подумать, что мама тебя бросила? Мама приедет. Мама приедет ровно через неделю и заберет тебя сразу. Ну вот теперь все в порядке. Хорошая девочка слушается маму. Все, отключайтесь. Все. Мамочке надо собираться. Молодец. Умница. Хорошая девочка. Теперь можно и покушать. Дай нам что-нибудь пожевать. Да, да. Ой, спасибо большое. Было очень вкусно. А где поводок? А в прихожей. Угу. Мы с Цыпой пойдем погуляем, и я заодно новую симку куплю. А я покажу, где салон связи. Не-не, не надо. Мы когда на машине ехали, я видел салон, он совсем рядышком. Спасибо. Наташка. А? Рот закрой. Ну что, хороший у тебя брат? Пап, ну ты видел, а, как он с Цыпой? Он же такой добрый, он даже животных понимает. Я таких еще никогда не встречала. Ты не захлебнись от восторга. Пап. Тебе не кажется, что ты им восхищаешься? Не как брата. Ты что имеешь в виду? Ну, он тебе нравится, как мужчина? Наверное, ты прав. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Новые люди, новая жизнь. Все будет хорошо. Здравствуйте. О, уже вернулась. Да, припорхнула на первом скоростном. А Федька где? Не знаю. Ну, бестолку, что ли, съездила? Ты опять мою зарядку свистнула? На, держи. Алло, Фидя? Мам, да я симку не успел купить, замотался совсем. Вот, а вчера купил, звонил тебе, у тебя телефон был выключен. Как у тебя дела? Да тут на курсах такой график плотный, что совсем нет времени болтать. Да, но у меня все в порядке, ты не переживай. Давай я через три дня приеду, все тебе подробно расскажу. Целую, пока. Мам, пока. Опять врет. Про курсы. Слушай, может, он правда что-то там натворил в этой москве? Да ты ж пьян, ну не волнуйся. Ну пусть он созреет, сам тебе все расскажет. Мам, пока. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Сынок, а я не слышала, как ты вошел. А я вот взял маму Ли и вошел. Боже мой, как я по тебе соскучилась. Я тоже очень по тебе соскучился. Голодный? Нет. Что это? СМЕХ Господи, мам, ты во всем пользу найдешь. СМЕХ Как же ты похожа на одну девушку. Вернее, это она на тебя похожа. Ты про Олю? Олю? Мам, я должен тебе кое-что рассказать. И ты поверил? Тебя обманули, выманив Москву. Даже здесь Давид не смог поступить ответственно и честно. Меня бросил, тебя обманул. Мам, ну ваша версия расставания несколько разнется. Все. Я больше ничего не хочу слышать. СМЕХ Надеюсь, ты меня понимаешь. Нет, мама, я тебя не понимаю. Ты слышишь только саму себя. СМЕХ Ты меня поможет открыть. Нет, ты не сможешь. А как же Оля? Ты про нее забыл? А как же Бориска? Мам, при чем здесь Оля? Как при чем? А ты знаешь, как они тебя ждали. Господи, как они тебя ждали. Все. Завтра же устроим семейный обед. Я надеюсь, ты сам позвонишь и пригласишь их? Или это надо сделать мне? Кушай, мой мальчик, кушай, мой хороший. Ой, как вот мы сами, самостоятельно кушаем. Оленька, Боря, у вас ну просто чудо. Ты мой золотой. Спасибо, Нина Владимировна. Да, редко встретишь ребенка, который так послушно ест. А вот мой Федя, он все время плевался. Я с ног сбивалась, чтобы его хоть чем-нибудь накормить. Мам, пожалуйста, давай не будем углубляться в воспоминания, ладно? А ну почему? Я думаю, что Оле интересно знать про тебя все. Правда, Оленька? Вам же интересно? Мам. Конечно, мне очень интересно. Конечно. Надо знать все про человека, с которым собираешься провести жизнь. Угу. Федь, первый час ночи, а ты не спишь. Да. С Владивостоком семь часов разница, у них как раз восемь утра. Наташа обещала позвонить рассказать, как устроилась. А я хотела с тобой поделиться впечатлением о Боле. По-моему, очень милая девушка, и Бориска у нее замечательный. Как ты думаешь насчет… Привет! Наташенька, привет! Ну как ты там? Да все в порядке, не волнуйся. Фирма сняла мне комнату, и из окна даже виден Уссурийский залив. И сейчас слышно море. Хочешь послушать? Как бы мне хотелось оказаться сейчас там, рядом с тобой. Если бы она не была сестрой, я бы решила, что Федька влюбился в нее без памяти. Да не бери в голову, она вообще в Владивостоке. Да, ты права, она там, а мы здесь, в Нижнем. Здесь и останемся, я уж постараюсь. Нет, это несправедливо, если Федька уедет в Москву. Я тридцать лет воспитывала сына, всю жизнь ему отдала. Давид ведь даже пальцем не пошевелил. А тут на тебе, я одна, а он с готовеньким взрослым сыном. Нет, это нечестно. Ой, Нина, жизнь вообще штука нечестная и несправедливая. Вон кто-то принц в Монако, а кто-то матерью-одиночкой в Нижнем Новгороде. Ну, знаешь, свою жизнь мы сами делаем, так что нечего на судьбу пенять. Дуренька, посмотри, какую тебе игрушку баба Нина принесла. Смотри, какая. Нина Владимировна, ну вы нас просто балуете. Детей непременно надо баловать. Ну ничего, вам можно, вам можно. Вы с Федей действуете на буре просто магическое. Он не капризничает. Ест, спит спокойно. Я просто не нарадуюсь. Чуть-чуть-чуть. Держи, держи. Игрушка. Ой, какая игрушка. Держи. Баба Нина меня подарила. Оленька, я очень рада, что мы можем с вами вот так поговорить по душам. Скажите, а вам Федя нравится? Конечно, он добрый, хороший человек. Вот и прекрасно. Вы, конечно, еще очень молоды, но уже не ребенок. У вас есть горький опыт. Вы же понимаете, что мальчику нужен отец? Нужен. Как вы думаете, Федя будет хорошим отцом? Федя? Конечно, смешно даже сомневаться. Я очень рада, что вы это понимаете. Таких, как мой Федя, днем со днем не сыскать. Но у него есть один недостаток. Он очень мягкий. Я бы даже сказала, нерешительный. Поэтому я вам предлагаю взять инициативу в свои руки. Что? Предложите ему пожениться. А то он так и будет с духом собираться. Что? Гуляете? Федя, ну, я пойду? Да, до 12 ночи ты совершенно свободна. Спасибо. Я там все оставила. Хорошо. До свидания, Нина Владимировна. Оля? А куда это она? Мам, Оля после родовая депрессия. Ей нужны положительные эмоции, поэтому я ее отпускаю встретиться с подружкой. До поздней ночи? Ты, главное, не волнуйся и не комплексуй. Как только войдет, ты сразу подойди и поздравь. Да, и фотки тут же покажи. Дай еще пленать. Да. Какой он сладенький. Это мы на прогулке идут. Мы одна семья. Все, нужно поздравить. Так, вот прям. Привет. 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 Совсем уж. Точно. Если не стыд потерял. Хватит, девочки. Вова может встречаться с кем он хочет. Не муж и жена. Все, я пойду. Не. Лебенку пора. О, молодец. Боря, молодец. Кто все съел? Боря, все съел. Кто вырастет большим и сильным? Боря, вырастет большим и сильным. Мама, мы съели кашу, половину банана и выпили молока. А еще сейчас мы помоем посуду. Мы молодцы. А ты что так рано? Я просто ничего не приготовил. Давай я по-быстренькому сейчас пожарю яичницу, есть бутерброды. Я тебя накормлю. Федя, а давай поженимся? Прости. Прости меня. Я не знаю, что на меня нашло. Я погорячилась. Извини. Все. Подожди, не надо извиняться. По-моему, мысль интересная. Давай поженимся. Пойдем завтра же подадим заявление в ЗАГС и поженимся. Мы же прекрасно ладим друг с другом. Правда? Правда. Мам, я дома. Пришел? Перекусишь? Нет, мы с Борей поели. Мам. Мы с Олей решили завтра подать заявление в ЗАГС. Ты рада? Я? Да, я рада. Ну и хорошо. Далее 70. Так, прекрасно. Давай посмотрим. Смотри. А мне кажется, что тебе вот этот фасончик очень пойдет. Только нижнюю оборку надо убрать и юбку пошире. А то и шагу ступить нельзя. Оль! А? Руку давай. Такое ощущение, что мне это платье нужно больше, чем тебе. Конечно, вам виднее, Нина Владимировна. Что мне виднее? Ну что мне виднее, Оль? Какое платье шить? Как дела? Нормально. Мам. Да? Я с отцом созвонился. Я хочу, чтобы он был на свадьбе. Наташа, конечно, не прилетит из Владивостока, но отца я пригласил. Вообще, я считаю, что вам нужно встретиться еще до мероприятия и разрядить вот эту напряженную обстановку. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мама, он хочет попросить у тебя прощения? Я прошу тебя. Дай ему такую возможность. Молчание – это знак согласия, да? Дома у нас он жить не будет. Я снял ему гостиницу. Но завтра в 5 часов вечера он будет ждать тебя в кафе, Кларис. Я прошу тебя, пойди туда, будь спокойный и доброжелательный. У тебя все получится. Какое кафе? Кафе, Кларис. Ну вот увидит тебя этот козел и сразу поймет, какого счастья себя лишил. Нет, это я его увижу и все ему скажу на чистоту. Тридцать лет. Тридцать лет носа не показывал. И тут на тебя, получите готового взрослого сына. Слушай, не маши руками, а, мешаешь. И вообще, остынь слегка. Ну ты ж принцесса. Как говорит наша Аллочка, почти на пенсии. Ну, значит, королева-бабушка. Но мне кажется, Федька к отцу привязался. Если пошлешь Давида, вот с сыном-то и будут проблемы. Да? А ко мне сын не привязался. То есть, если мне что-то категорически не нравится, то на это можно наплевать. Сказала, не хочу видеть Давида на свадьбе. И точка. Смотри. Спасибо. Спасибо. Надеюсь, Давид меня правильно поймет. Давид поймет. СМЕХ Ой. Ой, ради бога, извините, пожалуйста. Извините. Еще раз простите, пожалуйста. Не была бы занята, угостила бы вас в качестве извинения, но я, к сожалению, тороплюсь. Всего вам доброго. Простите. Простите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Позвольте вас пригласить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я вас должна угостить. А хорошо, прошу. Что вы пьете? Коньяк? Сейчас увидите. Уже? Ну, это мы же столько не съедим. Ну, почему же? У нас вся ночь впереди. Вы предлагаете всю ночь есть? Боже мой, еще! Это же какой-то гастрономический разврат. Ну, если не хотите есть, давайте закажем такси и будем кататься всю ночь. Вы мне город покажете. Я приезжий. Скажите, зачем вы столько заказали? Судя по количеству, вы ждали не одну, а минимум трех дам. Понимаете, я очень перед ней виноват. Хотел сделать приятное. Но я не знал, что она любит, заказал семью. Давайте знакомиться. И как вас зовут? Давид. А вы случайно не... Не нену ждали? Да. Бывают жизни ошибки. Что ж тут смешного такого? И вообще мне жаль, что Федя не мой сын. Какой хороший парень. Вы не понимаете? Значит, никакого отца на свадьбе не будет. И значит, Федя к нему в Москву не соберется. Господи, какое счастье! Давайте выпьем за счастье. Ой, вот и слава богу, персичек. Ура, ура, все вручилось. Кстати, раз уж вы нашли общий язык с Федей, приходите на свадьбу. Как друг. Я приглашаю. Спасибо. Только вы уверены, что он женится по любви? А то он когда в Москве был, никакой невесте даже не говорил. И что? Ну, через месяц вдруг свадьба. Странно как-то. Федя и Оля, хоть и недавно, но очень любят друг друга. И хотят быть вместе всю жизнь. Вы уверены? А может, Федю самого спросить? Давид, вы умный человек. У Феди через две недели свадьба. Давайте не будем ему мешать. Я вообще думаю, что вам больше с ним не надо общаться. Не надо ломать Федина счастье. А мне кажется, что речь идет о вашем личном счастье. Вы уверены, что Федя будет счастлив, женившись не по любви, а оставшись с вами в Нижнем? Да кто вы такой? Кто вы такой, чтобы судить о нем? Я мать! Мать! И я лучше знаю, что нужно моему сыну! Извините меня за крик. Извините. Просто не знаю, как вам объяснить. Я... Да, это вы меня извините. Я не подумал, что вы посвятили сыну всю жизнь. Теперь, конечно, страшно остаться одной без Феди. Только вы уверены, что его невеста достойный человек? Да. Да, Федя. Мучили бы Толю. И ребенка тоже. Это хорошо. Я надеюсь, что вы, как мать, трезво оцените ситуацию. Ладно. Спасибо за компанию. Да, конечно, вы правы. Дети – наша опора. Старости. Вы, Федя, объясните мое отсутствие, как считаете нужным. А я, в свою очередь, не буду больше брать трубку и попрошу Наташу вычеркнуть рвой список контактов. Будете счастливы. Спасибо. Что за бред? Отец не мог так поступить. Он же радовался, что я появился. Я видел, это было абсолютно искренне. Сынок, ну ты же сам проверял. Давид больше не берет трубку. Наверное, какое-то недоразумение. Сейчас Наташа мне все объяснит. Федя, у них 4 утра. Ничего страшного. Ничего не понимаю. Да как такое может быть? Что? Я не могу найти ее в списке контактов и через поиск тоже. Может, если она внесла тебя в черный список. Сынок. Мама, не надо, я хочу побыть один. Извини, я понимаю. посмотри, вот эта укладочка. Тебе будет очень хорошо. Мы сделаем вот так. Да, красиво. Мамы, мы покушали, заснули, компот пить не стало. Ты давай, иди отсюда. Мы сейчас платье будем мерить. Федечка, ты меня сегодня отпустишь? Конечно. Спасибо. Оля, ну я, конечно, ничего не хочу сказать, но через 3 дня свадьбы ты опять куда-то собралась, одна. Я, это, девичник с подругами, так вроде принято. Я вообще сама не хотела, они меня заставили. Мам, ну что за вопросы и подозрения? Завтра мы с Мишкой тоже в бар пойдем, ты мне тоже допрос пристрастием устроишь. Да, вы простите меня, я что-то совсем забыла про эти девичники, мальчишники. Простите меня, ребята. Да, мам, все хорошо, бывает. В общем, платье примеришь, можешь собираться, а то девчонки, наверное, скучают. Спасибо, спасибо, спасибо. Я помою. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Тебе чего? Чего? Я... замуж выхожу через три дня. Поздравляю. Ты так и не хочешь посмотреть на ребенка? Нет. Ты просто чудовище. Чего что пришла? До мной поиздеваться? Муж твой новый, пусть теперь ребенком занимается. Ясно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты... Ты чего? Обалдела что ли? Оля? Оля? Что с тобой? Ой... Ой... Голова закружилась. Чего пугаешься так? Давно у тебя эти приступы? Ты врачу показывалась? Володя, я замуж выхожу. Я это слышал уже от тебя. Ну что? Это единственное, что ты можешь мне сказать. Господи. Знаешь, все. Выходи, куда хочешь. Не до лампочки. Да и, пожалуйста, и выйду. И иди. Желательно отсюда, подальше. И пойду. И ты мне не указывай. Понятно? Буду указывать. Ясно? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ФИДА Фидя! Мама? А что ты тут делаешь? Я тебе звонил, ты трубку не брала. Мне надо было подумать. Пойдем домой? Нет. Давай сначала поговорим. Я про Олю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините, а хозяин где? Спасибо Женя, у нас по накладной, чем бутылкой вискаря должна быть Кто ты ее делал? Я прошу прощения, я буквально на пару минут Ты кто? Оля мне все рассказала Что? Вот Хочешь жить? Может, пора повзрослеть? Твоему сыну полтора года, ему очень нужен отец Оля родила тебя, потому что полюбила По-настоящему И не побоялась ничего, даже твоего ослиного упрямства Что ты сказал? Подумай об этом на досуге Уберите руки Уберите друга П dietер dlatego, что вы ancora увидите прыжки enfнили и песен play Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты в порядке? Федя, сядь! Федя, мне надо сказать тебе кое-что важное Федя, свитер все-таки возьми А вдруг в Владивостоке холодно? Ты даже погоду не посмотрел Мам, там тепло Ты даже не представляешь, как там тепло Спасибо Ну давай, с Богом Я как приеду, сразу же тебе позвоню Не переживай Наташа, привет, ладно? Давай, спасибо Федька-то звонил? Счастлив Вчера вечером говорили по видео То есть это я вечером, а они с Наташей утром Разница-то, семь часов, а расстояние вообще пропасть Ну сама-то как? Ну, не тосклива одной? Ну да по-разному Слушай, а хочешь я к тебе перееду на недельку-другую? С Персиком? Чтобы он у меня все обувь сел? Спрячем Я, между прочим, у себя дома прячу на верхней полке То есть мы грязные сапоги поставим на верхнюю полку? А грязные сапоги, между прочим, можно помыть Я, между прочим, от чистого сердца Вот не хочешь, так скажи Ну ладно Ну, Кирочка, родная Ну не обижайся, я правда тронута Ну понимаешь К одиночеству, наверное, надо сразу привыкать Ну живут же как-то люди Есть много прекрасных занятий Что вы не саете с ума от пустоты Ну, например, курс кройки и шитья Ну, например Ну, шить я умею А вот можно, например, научиться лепить из глины Или икебана Точно, икебана Икебана? Да, икебана Железный ты человек, Нинка Кто там? Родня Привет Это тебе Ну что, дальше по рогу пустишь, свати? Или здесь чай попьем? Да, да, конечно, проходите Спасибо Мне Наташа с Федей сказали, что они заявление подают Вот я и решил новую родственницу проведать Ну, а что же не предупредили? Я бы пирожков напекла или пудинг сделала Сюрприз хотел Вот эти подойдут О, безы Мои любимые Откуда вы? Федька сказал Ай, ну да Тяжело с тобой А вы из Москвы приехали Чайку попить? Или разговор какой есть? И крутая Давишь Сначала чайку попьем И вообще, давай на ты Без церемонии Давай А вы, то есть ты? Я Славки не люблю Это мясо Тихо, сиди Сиди, я не голодный Мне как-то неловко Я ем, а ты сидишь А я вот спросить хотел Ну, спрашивай Наши дети женятся А мы, что, хуже, что ли? Тихо, тихо, тихо Что я такое сказал? Мы, что, дети кругами ходить? Давай тоже поженимся? Нет, это невозможно У меня наложенная жизнь У меня работа, расписание И я уже привыкла жить одна Я вот так не могу сразу И я как-то Почему же сразу-то? Ну, в Абхазию сначала поедем Я тебя с мамой познакомлю Ты вообще все придумываешь Мы после Абхазии с тобой едем В Владивосток А то что же получается Дети ваши женятся без нас, что ли? Или ты хочешь по камьюдеру смотреть? Свадьбу? Нет Нет? Я не собираюсь тогда Давай, давай, давай Иди, иди, иди А как же работа? Какая работа? В понедельник из Абхазии приедем Подашь заявление об уходе Давай, 45 минут на сборы На поезд опоздаем Привычка у нее Мужика на тебя хорошего не нашлось Между прочим, мою маму тоже Нино зовут Огонь, женщина Нет, вы точно чем-то похожи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok